Ребята, здравствуйте! С вами Алексей. Добро пожаловать на моё новенькое видео по игре American Truck Simulator. Сегодня наше видео также будет из рубрики «Путевые заметки». Да, достаточно давно их у нас не было, но надо восполнять этот пробел. Итак, друзья, по названию этого ролика вы уже наверняка догадались, о чём сегодня у нас пойдёт речь. Да, друзья, SCS наконец-то затизерили новый грузовик для American Truck Simulator. И несложно догадаться, что это International Lone Star. Давайте разберём этот небольшой тизер и поймём, почему же всё-таки это International и ничто другое. И первое, на что стоит обратить своё внимание, это, конечно же, название видео. Если переводить его на русский язык, получится примерно следующая фраза «Какая яркая звезда на небе загорится в этом году». И это очевидный намёк на то, что это всё-таки Lone Star. Да, именно так называется этот новый грузовик. Дизайн у него весьма спортный, но про это мы поговорим уже ближе к концу ролика. Это один из таких самых первых намёков. Плюс ко всему, в дальнейшем, если мы продолжим просматривать этот небольшой тизер, мы увидим достаточно звёздное небо. Никогда такого в тизерах ранее от SCS это я не видел. Ну и, соответственно, когда включается питание, когда запускается двигатель этого грузовика, мы видим очень-очень приятные черты на самом деле Lone Star. Ну а теперь, друзья, давайте посмотрим, как он вообще выглядит, этот грузовик, в реальной жизни, как он смотрится и обсудим его с точки дизайна. Для начала, друзья, наверное, поговорим про дизайн. Он уж точно никого, абсолютно никого не оставляет равнодушным. Такой, знаете, ретро-футуристический дизайн. Мне, на самом деле, спереди эта машина почему-то напоминает поезд. Я не знаю почему, но действительно есть вот такие ощущения, когда ты смотришь чисто на него в лоб, не в три четверти сбоку. Прям действительно, это поезд. Нереально огромная решётка радиатора и очень сложная на самом деле геометрия самой морды в целом. Если вы посмотрите более внимательно на фотографии, то бампер у этой машины не плоский. Он как бы повторяет вот это заострение клюва в середине морды. То есть он сходится вниз и, соответственно, он имеет выпуклость, назовём это так, выступ. Если уж хотите, стол выпуклость вас через тюрьму напрягает или веселит. Да, это очень сложная по геометрии машина. В остальном все дизайны и прочее, прочее, прочее фишки кончаются ровно после того, как у машины кончается капот. Дальше это идёт классический интернешнл. Ну, если хотите, классический американский грузовик с большой спалкой, с, наверное, вполне себе удобным салоном. И раз уж мы заговорили о салоне, давайте посмотрим, как он выглядит. Мне, если честно, он напоминает Kenwar T680, который уже присутствует в игре. Наверное, туда же как-то частично можно отнести и вот этот 579-й петербилд. То есть, в принципе, здесь в салоне уже никаких классических частей интернешнла нет. Обычный, типичный салон современного американского грузовика. Такое мы видели, повторюсь, и на Kenwar T680, и на 579-м петербилд, и на Volvo VNL новый. Плюс-минус он такой же, в общем-то, в принципе, в принципе, всё это одинаково. И даже каскадью можно в какой-то степени новую, да, сюда же тоже отнести. Вообще, машинка крайне интересная, и многим она, к сожалению, не нравится. И я, на самом деле, был тоже когда-то из тех людей, которым она не нравится. Вот она какая-то вся странная, непонятная, как-то, в общем-то, да. Действительно, она оставляет о себе какое-то неоднозначное мнение. И равнодушным к этой машине уж точно по-любому никто не останется. Ну, посмотрим, сколько времени пройдёт с анонса до релиза. Это, как бы, можно считать уже таким полноценным микроанонсом. Пусть и новости в блоге официальном не было. Но, по-любому, ребят, ссылка на него будет в описании. Так что, переходите, добавляйте в закладки, и там уже отслеживайте все новости. Ну, и в любом случае, друзья, на канале у себя я сделаю видео, когда этот грузовик анонсируют. Надо возвращаться к рубрике «Путевые заметки». Всё, ребят, на этом всё. Спасибо вам всем огромное за внимание. Пишите в комментариях ваше мнение, касаемо этого футуристичного грузовика. Ну, и пишите дату, примерно, когда он выйдет. И ещё раз прошу напомнить вам, что написано в названии видео. Какая звезда зажгётся на небе в этом году. Всё, ребят, пока-пока, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok